Теперь к резонансной истории с убийством в Москве, где три сестры нанесли более 30 ударов ножом своему отцу. Сейчас все трое в изоляторе временного содержания, но несколько часов назад их отвозили домой, где все произошло, чтобы провести следственный эксперимент. О новых деталях этой неоднозначной истории. Елена Ерофеева. Наследственный эксперимент их приводит по очереди. Сначала старшую Кристину, следом Ангелину. Перед тем, как заедет третий автозак с несовершеннолетней Марией, во дворе появится мать сестер Хачатурян Аурелия. Говорят, что вы ушли из этой семьи. Почему? Расскажите. Он вас тоже избивал? Они прячут лицо, отворачиваются от телекамер. Им предстоит снова пережить тот вечер 27 июля, когда с особой жестокостью три сестры убили своего отца. В подъезд никого не пускают. Выставлено оцепление под следственных. Сначала на лифте поднимают на четвертый этаж, потом пешком по лестнице спускают на третий, где и произошло убийство. Кажется, все уже объяснили. Отец, тиран и деспот, издевался над ними. Об этом говорили и соседи, которые не раз слышали крики. Как он ее бил? Я слышал, я соседка. Она правильно и говорит. А я правильно и говорю. Ты что, теплый? Лера Керн вместе с Кристиной Хачатурян училась в медучилище. Впрочем, девушку на занятиях видели редко. Ее не было на учебе очень часто, практически никогда. Про отца она своего ничего никогда не говорила. В школу тоже почти не ходили. За год раз семь, не больше. Говорили, что отец не пускает. Он и правда не пускал. Говорят, они даже в школу почти не ходили. Правда такое было, что он не пускал? Не ходили, конечно, не ходили. Потому что они вместо того, чтобы в школу пойти... Я вам потом фотографии покажу, что они делали. Брюс Хлебников, давний друг семьи Михаила Хачатуряна, показывает сохраненные фотографии на странице младшей Марии. Совсем не детское фото жесткого эротического содержания. Вы понимаете, вот, сейчас я вам еще покажу. Вот такие фотографии у девочек, у которых отец святой. Брюс уверен, именно из-за таких нездоровых увлечений дочерей Михаил приходил в ярость. Впрочем, ярость отца выходила далеко за пределы допустимого. Громкие крики слышал весь двор. Как вам не стыдно? Он изверг был. На к нам не издевался. Девушки часто появлялись синяками и ссадинами. По некоторым данным, старшая сестра в отделении полиции сообщила еще и об изнасиловании. Чтобы не происходило за закрытыми дверями этой семьи, и почему никто не вмешивался в семейный конфликт, теперь предстоит разобраться в следствию. Скандалы закончились трагедией. Михаила Хачатуряна сегодня похоронили на Вешкинском кладбище. Три сестры в следственном изоляторе. То, что они нам рассказали, это какие-то ужасные вещи. Это, в частности, отец, который систематически их избивал, который не пускал их в школу. Младшие и средние сестры учатся в 11 классе. И, собственно, за весь учебный год они были там всего семь раз. Во всех тонкостях этой непростой семейной истории разбирается следствие.